На российском заводе компании Hyundai стартовал процесс увольнения персонала, сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на сотрудников. Расторгнувшие договор по соглашению сторон получат несколько месячных окладов компенсации. Напомним, что компания Hyundai решила сократить большую часть персонала российского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Cruise. Там методом полного цикла собирали седаны Solaris, кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio. Само предприятие остановилось 1 марта по причине разрыва логистических цепочек, вызванного антироссийскими санкциями. В простое по официальным данным сейчас находятся 2200 работников, а еще около 300 продолжают работу. Они, как подтвердили сразу несколько источников, заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алма-атинского конвейера Hyundai Trans Kazakhstan, где недавно возобновилась сборка Solaris. Правда, под именем Акцент. Между тем, вторым петербургским заводом Hyundai в Шушарах заинтересовалась казахстанская компания Astana Motors, заявляет телеграм-канал «Русский автомобиль». До 2020 года этой площадкой владела компания GM, заморозившая здесь производство еще весной 2015-го. Корейская Hyundai Motor выкупила конвейер под проект расширения производства, предполагая наладить сборку кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage, а также Hyundai Polisade. Но до перезапуска предприятия дело, как видим, не дошло. Под какие цели казахстанская компания может выкупить бывшую площадку GM, пока неизвестно. Однако, как пишет ресурс, в Санкт-Петербург прибудет глава фирмы Astana Motors, Бекнур Несибаев, который будет вести переговоры лично. Собственно, завод Hyundai Trans Kazakhstan, где возобновилась сборка солярисов, как раз принадлежит Astana Motors. И казахстанским бизнесменам было бы логичнее интересоваться головным производством на севере Петербурга. Но очевидно, что заводы в Каменке стоят гораздо дороже. В любом случае, до появления официальных комментариев, эта информация остается неподтвержденной, а значит, и искать логику преждевременно. Между тем, в Алма-Ате также планируют наладить выпуск кроссоверов Hyundai Creta, сообщают тамошние СМИ. И это вполне логичный шаг. Штамповать, сваривать и окрашивать кузова также будет петербургский завод Hyundai. За счет отгрузки кузовов Astana Motors, российский офис южнокорейской компании, пусть частично, но покрывает убытки от простоя своих мощностей. КОНЕЦ